Коллега, мой доклад будет посвящен проблемам совместимости, возникающие при построении аппаратных платформ, на новых процессорах, для которых нет устоявшейся инфраструктуры, стандартов и прочего окружения. Почему возникают проблемы? Первое. Нет стандартов. Нет стандартов, которые мы могли бы следовать, и разработчики аппаратуры могли бы следовать. Это касается на базе примера Байкала-М. Второе. У разработчиков аппаратуры есть свои бизнес-условия, обусловленные экономической и прочей ситуацией в конкретной стране, в данном случае в России. Второе. Нам разработчик процессора не предоставил опорного дизайна, после чего мы получаем лес решений аппаратуры, которые порождают проблемы с миграцией и спортированием операционных систем. Какие основные источники данных проблем? Это физические аппаратурные различия, которые закладываются на этапе проектирования устройств, и то, что базовая прошивка от разработчика процессора находится в стадии активной разработки. То есть они ее меняют от релиза к релизу, могут меняться очень существенно. Какие могут быть аппаратурные различия для Байкала-М? Здесь я привел не все, но одни из основных. Первое. Это загрузка. Процессор позволяет осуществить загрузку двумя способами. Это загрузку из одного источника, либо загрузку из двух. Это флешки. Флешки, причем они встроенные. И ситуация такая, что при однофлешечной загрузке в дальнейшем из процессора доступа нет к ней, а при двухфлешечной загрузке ко второй флешке доступ есть у процессора. Следующее. Это АЗУ. АЗУ может быть, как практика показала, как в виде модулей, так может быть встроена, распаяна уже в плату. Также нужен механизм передачи и конфигурации памяти, которая стоит в аппаратуре. Стандартно используется СПД механизм, но не все разработчики могут в качестве экономии не установить соответствующую микросхему, либо она имеет вариативность подключения к процессору. Следующее аппаратурное различие – это микросхема физического уровня подключения к процессору. Это наиболее частая проблема, которая возникает и здесь, и, собственно, как разные микросхемы, соответственно, разные драйверные подсистемы требуются подключения этих микросхем, могут быть различные сигналы формирования сброса и, собственно, формирование шины МДО для работы с этим драйвером. Следующее – это аудиоподсистема. Процессор имеет два выхода аудиоподсистемы. Это аудио высокого качества, HDA, и I2S – это серийный протокол вывода звука. Причем, как все эти микросхемы, все эти интерфейсы требуют дополнительных внешних микросхем, которые тоже требуют драйверной поддержки. Не всегда разработчики аппаратуры исследуют доступность данных драйверов в системе ядра, что, соответственно, приводит иногда к очень неожиданным результатам. Когда вам приносят аппаратуру, говорят, у нас звук не работает. Вы говорите, господа, а это полгода. Они говорят, как полгода, мы уже все продали. Следующий интерфейс – это VDS. Здесь более-менее все просто, но он имеет возможность трех конфигураций. Это одноканальный, двухканальный, четырехканальный. И такая неочевидная вещь, возникающая, когда поверх LVDS подключают конвертеры LVDS в DisplayPort, LVDS в VGA или LVDS в HDMI. Эти интерфейсы уже умеют общаться с монитором, получать от него информацию о его характеристиках, соответственно, выставлять разрешение. Изначально LVDS интерфейс не имеет такой возможности. То есть он однонаправленный. То есть он берет и выстреливает информацию в устройство вывода графики. Часы реального времени, казалось бы, довольно-таки простая вещь, но его подключение тоже не совсем стандартизировано. В настоящий момент есть в работе два механизма. Это эмуляция часов и подключение часов напрямую к шине I2C. Соответственно, шин таких несколько, эмуляции тоже может быть несколько. Мы имеем вариативность в конечном продукте. Система управления платы BMC, это Board Management Controlling. Здесь тоже все положено на откуп разработчика аппаратуры. И механизм взаимодействия между процессором и BMC, он тоже не стандартизован. Сейчас имеется решение де-факто, которое пришло первым на рынок. Оно сейчас клонируется и используется остальными разработчиками, но не факт, что это сохранится в дальнейшем. SDK в фирмбаре состоит из двух компонентов. Это DFI и UEFI. Как я уже говорил, выпускается раз в квартал. DFI имеет взаимодействие с внутренним кодом процессора, внутренним загрузчиком, которое не документировано и не стандартизовано. На выпуске SDK 5.5 производитель Baikal Electronics объединил свой SDK для Baikal M и для Baikal S. Это немножко порушило работу для Baikal M, что у нашего разработчика-тестировщика вызвало негодование. Также я упоминал, что не отслеживается совместимость с предыдущими версиями выпусками. То есть вы можете записать SDK, переписать фирмбаре, и у вас перестанет работать операционная система. От слова «совсем». То есть она даже не будет грузиться. Что еще плохо? Нет выпуска с продленным сроком. То есть разработчикам аппаратуры нет отправной точки, с которой они могут долго работать. Каждый SDK приносит новые фишки, но и приносит новые проблемы. И текущая разработка вся ведется на ядре 5.4. То есть это сложилось исторически, потому что так было удобнее Baikal Electronics. Что делать нам, как разработчикам операционной системы, как я вижу, это переносить акцент взаимодействия на производителей аппаратуры, нежели производителя процессора. То есть производитель процессора нас здесь интересует, поскольку приносят базовый функционал, но не конечные изделия. Конечные изделия, с которым работают наши операционные системы, это аппаратура. То есть это может быть системный блок, это может быть ноутбук, это может быть сервер. Поэтому как направление деятельности в этом это построение взаимодействия на ранних стадиях проектов разработки аппаратуры и больше тесный контакт с разработчиками. С учетом того, что наши отечественные разработчики сейчас разрабатывают и производят аппаратуру не только на отечественных процессорах и в ближайшее время будут разрабатывать и производить скорее не на отечественных процессорах. А что касается Байкала М, то это все-таки мое большое пожелание, это чтобы у нас, не знаю под каким грифом и прочим, был пакет ядра для Байкалов с канонической версией 5.4 от Байкала из СДК. Это позволит нам разложить тестирование и проверку всего на два этапа. То есть насколько наше ядро рушится по сравнению с Байкаловским и ухудшает все, и работу нашего юзер-спейса с Байкаловским ядром, посмотреть как это работает. На этом по этой части все. Если вернуться вот сюда, пардон, вот здесь. Здесь одной такой вещи я специально упустил, чтобы посмотреть внимательность слушающих. Если кто скажет, будет очень приятно. Нет. Графический ускоритель, господа. Графический ускоритель, исходно он был только в виде блобов от Байкала Электроникс. То есть все 3D ускорение, оно шло по претеритарным драйверам. Переход на 5.4 именно был обусловлен тем, что начиная с 5.4 в Месси Панфрост начал поддерживать малышные ускорители. Вопросы? Коллеги, пожалуйста, вопросы. Спасибо за доклад. Очень интересно. А вот те проблемы, которые вы описали с аппаратурой, то есть там аудио может быть подключено так, это же обычно решается с помощью девайс 3, который в Linux достаточно стандартный. Или там есть какие-то нюансы? Там есть нюансы. Спасибо. То есть нет, смотрите, естественно, когда общаемся с производителями аппаратуры и, собственно, с Байкалом, мы пытаемся выйти как раз на тот механизм, когда все нововведения могут быть решены на уровне дев-три. Но это не всегда возможно, потому что меняется логика работы самого устройства. Я не знаю, как x86 архитектура на уровне от старта работает. То есть с Байкалом знаком с момента первого шага процессора. Это немножко открыло поляну для творчества всех. И ARM, их механизм разделения TrustXZone, он определяет конфигурацию системы на этапе старта. То есть он настраивает систему на этапе старта так, что вы уже не можете, то, что в x86 драйвер перегружается и может перегрузить систему, ее перенастроить, это может быть уже запрещено на уровне аппаратуры. Соответственно, некоторые вещи должны конфигурироваться еще до того, как девайс 3 прочитается. Хотя этот механизм постепенно вводится и пытается читать девайс 3 уже на этапе не только старта ядра, но на этапе ARMTF и UEFI. Скажите, пожалуйста, у вас в Мали какой используется именно? У Байкала 600, 628. Я понял, спасибо. А у вас там есть IP-блоки для видео? Нет. Ясно, спасибо. В Байкале есть отдельный IP-блок для вывода видео. Ускоритель декодирования. Да, я имел в виду именно кодеки. А кодеков нет. Еще вопросы будут? Вижу. Рад, не будет вопросов. Здравствуйте. Вы сказали, что есть платы с одной SPI-флэшью и с двумя SPI-флэшами, и что только во втором случае можно получить доступ к SPI-флэшу. А для чего он вам требуется? Для обновления системы, например, в основном, перезаписи информации. Там реализован сейчас непрямой механизм, то есть в Байкале существует СЦП. Я в курсе, что именно вы туда пишете? В СЦП? На SPI-флэш. На SPI-флэш при однофлэшечной загрузке код СЦП находится и вторым этажом ARMTF и UEFI. То есть вы обновляете загрузчики у себя так? Ну да, обновляете. Когда можете? Да. Спасибо. Роман, пожалуйста, следующий доклад.